Вобринг Ого! Ну, собственно, Вобринг представлен двумя размерами. Размер 2,5 дюйма и 3 дюйма. Очень интересная форма его. Вот такой вот хвостик. Он довольно-таки массивный, но при этом обладает такой яркой высокочастотной игрой. Плюс можно видеть на приманке такие ребрышки, что придает объема самой приманки. И небольшие вот такие вот, ты видишь? Конечно. Вот небольшие такие лапки для стабилизации игры приманки, чтобы она шла ровно, не заваливалась, никак ее не штопорила. Либо очень удобно заводить сюда жало крючка и прятать его как раз под лапку. Конечно же, силикон приманки, как это сейчас модно называть, съедобные. Добавлены соли, аттрактанты различные. Ну, и по оснащению. Вобринг можно использовать как на шарнире, на простой, так мы привыкли, на чебурашке. Это различные поводковые оснастки. Ну, и джек-рик. В принципе, я думаю, что даже использование с джек-головкой абсолютно возможно в этой приманке. Потому что, несмотря на всю кажущуюся жесткость вот этого хвостика, да, Макс, как ты сказал, он достаточно подвижен. И если даже зафиксировать, скажем так, на джек-головке вот эту всю часть, то хвост останется абсолютно рабочей единицей и будет в любом случае привлекать внимание. Ну да, я как бы повторюсь насчет того, что хвост, несмотря на то, что он такой объемный, приманка заводится легко даже на самых малых весах. Да, да. Поэтому, в принципе, достаточно, это вот сейчас Максим подойдет к вопросу как бы подбора крючка, да, то можно оснащать ее вплоть вот до самой хвостовой части. То есть вот эта часть останется абсолютно рабочей и все равно будет ловить рыбу. Ну, как бы приманки, я скажу, что здесь они разрабатывают специально для нашего российского рынка, для наших зубастых лакастых хищников, чтобы после первой какой-нибудь жадной поклевки вы просто не выкидывали приманку. А все-таки пластик здесь такой вот он прочный, но при этом приманка эластичная. А теперь про крючки. Размер 3 дюйма. Оптимально, как я сюда вижу размер крючка, это номер один. То есть, сейчас даже покажу, открою, аккуратненько заводим в головку. Чувствуется профессионализм в руках. Ни один вобринг прошел через мои руки. И вот видишь? Вот, кстати, то, о чем Максим и говорил. Вот эти вот лохматые вещи, под которые так удобно прятать жало крючка. Да, то есть вот можно видеть вот эти небольшие маленькие лапки, за них очень хорошо заводить жало крючка. Можно сказать, под них. Ну да, именно под них, тем не втыкая, так сказать, в ребра, не травмируя приманку. Ну и маленький размер 2,5 дюйма. Я думаю, как раз онроский слим шестого номера оптимально будет. Заводим, разворачиваем. Как родной? Тут и был все время. В тельце и выводим. Ну, в принципе, можно, конечно же, и еще на размер побольше. Ну, то есть, можно крючок ставить а-ля... Ну, то есть, да, не слим, а более такой... Не слим, а white gap, как это можно видеть вот в таком варианте крючка. Да, да, то есть, с более широким изгибом, а не более пологим. Но! Но! Касаемо того, что вот этого оснащения, то, что сделал Максим, это одна из моих любимых оснасток вот таких приманок. Они, когда не широкотелые, в принципе, можно и не придавать, скажем так, вот этим крючком изгибы, который будет их, скажем, балансировать вот так вниз. Ну, и все-таки проходимость... Да, и проходимость этого крючка. Проходимость по корягам, по траве, там, еще по каким-то там завалам. Вот именно вот такое оснащение, ну, я считаю... Оптимальное. Да, оптимальное, оно лучше. Все-таки, в любом случае, когда окунь засасывает, он засасывает всю приманку. Опа! Опа! Смотри! Посмотри, даже вот такой вот маленький окунёк заглотил, глянь, как приманку. Он, походу, за это, за судака сегодня отбивается. Судак вообще не хочет, а окунь всасывает, как пылесос. Богатая цветовая гамма. Также несколько цветов было добавлено специально для нашего с вами... Исключительно, как бы, для российского рынка, потому что на японском рынке их нет. Да, это вот как раз именно конкретно оранжевый цвет был добавлен, шартрезный вариант. И всеми нам любимое привычное машинное масло, которое мы считаем классикой по окуневой. Это у нас вобринг в размере два с половиной дюга. Ух ты! А вот тебе и вобринг! Ну, я думаю, где-то за два уж точно. Ближе к трем. Это да! Это симпатичный кочегал. А вот теперь в домике. А вот и вобринг, для тех, кто верит. Бульк, бульк и бульк. Бам-партин. honoring этот шаг. Бам-кл 287 дуб. Бам-партин, бам-партин. Иважить от бомбит. Зас illeg剣. Бам-партин. Иг殺 гaro.